Логистика – одно из ключевых направлений экономического развития Дальнего Востока. В регионе работают международные транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2», которые существенно повышают его инвестиционную привлекательность и способствуют развитию международных грузоперевозок. А Международный морской перегрузочный терминал в порту «Славянка» – активный участник этого процесса. Компания предоставляет широкий спектр погрузочно-разгрузочных, агентских и сопутствующих транспортно-экспедиторских услуг. На предприятии уже налажена стабильная работа транзитной линии перевозки контейнеров как в страны Азиатско-Техиканского региона, так и из них. Так сейчас идет погрузка контейнеров из Китая, которые будут отправлены в западные регионы России и в Беларусь. Уже прибыло два последующие парохода с большим количеством контейнеров и идет переработка. С контейнерами, с оборудованием, с автомобильным для заводов России и ближнего зарубежья. Приходят они с корпорацией Китая, с которыми нам доверили этот груз. Пришел морским путем, мы выгрузили у себя, далее планируем подвижной состав, отгружаем и далее Минск, Москва, назначение отправляем. Одновременно в порту готовятся к принятию очередного груза, доставка которого будет осуществляться в обратном направлении. Уже планируется в обратном направлении четыре поезда друг за другом, значит, в нашу сторону уже с Россией и с ближнего зарубежья. Для того, чтобы был обмен парком контейнеров, обмен парком вагонов. Для повышения пропускной способности и снижения сроков доставки грузов на ММПТ расширяют терминально-складские комплексы и увеличивают продолжительность внутренних подъездных железнодорожных путей. Расширили площадки до 20 тысяч открытого хранения, то есть уже способны спокойно хранить до 4 тысяч контейнеров уже сегодня. Именно для зерновозов вагоны, склад и далее на судно и для контейнерных поездов, контейнерных передач. Касаемо Приморья-2 и касаемо России и ближнего зарубежья. Кроме того, компания активно закупает новую современную технику для того, чтобы процесс перегрузки проходил как можно качественнее и быстрее. Закупили технику, арендовали технику, дополнительно 8 единиц вилочных погрузчиков, дополнительно арендовали рейштакеры, телеги с тягачами для перевозки внутрепортовой от одной площадки. На сегодняшний день в компании работает более 150 специалистов, но с расширением объема работ требуются и новые кадры. ММПТ стремится обеспечить хорошие условия труда, современное оснащение рабочих мест и достойную заработную плату. Докеры, механизаторы, коронавщики, операторы рейштокеров, операторы большой техники планируются и постоянно требуются, поэтому принимаем обученных уже желательно людей. Будут необходимы для работы с контейнерными поездами, с контейнерными передачами. Это девушки-приемоздачицы, машинист тепловоза, составитель тоже нам необходимы. На достигнутых результатах компания не останавливается. В планах до конца года увеличить объем грузооборота до 300 тысяч тонн переработанного груза. Поэтому наряду с расширением складских площадок создаются и дополнительные склады закрытого типа для грузов, требующих особых условий хранения. 20 тысяч крытый склад строится. 1 декабря все будет, я думаю, готово уже. И мы уже начнем принимать для компании «Легенд Агро» этот груз. Это касается зерна, наше дальневосточное, соя, ячмень, гречка, рис. Все ожидаем. Предложений очень много, но и люди постоянно обзванивают, постоянно спрашивают, мониторят, как у нас дальше происходит. Все готовы. Готовы нам дать груз, доверяют нам. Мы стремимся к этому, развиваемся. Готовимся, готовимся каждый день. Виктория Беляева, Олег Кудинов, Владислав Евдокимов. Новости Славянки.